Общая протяженность региональных трасс в Ивановской области более 3,5 тысяч километров. Все они находятся в разном состоянии. Чтобы понять, какие дороги нужно срочно ремонтировать, а какие могут еще немного подождать, профильный департамент арендовал мобильную дорожную лабораторию. Специалисты в течение всего сезона объедут все крупные региональные артерии и оценят качество дорожного покрытия. Эта лаборатория должна отцифровать все региональные дороги Ивановской области. Мы получим электронную базу дорог со всеми знаками, со всеми искусственными сооружениями и со всеми дефектами. Эта машина может, как и проверять качество ремонта сделанного, она может проверять продольные поперечные уклоны и вычислять с точностью до миллиметра площадь уложенного асфальта. Комплекс многофункциональный, оборудован сразу несколькими датчиками. Специалисты могут определить колейность и ровность покрытия, коэффициент сцепления, оценить дефекты полотна. Один из приборов позволяет исследовать внутренний состав дороги, своеобразный аналог УЗИ-аппарата. Кроме того, будет зафиксирована длина, ширина проезжей части, качество разметки, интенсивность движения и многие другие важные параметры. Мобильная лаборатория оснащена четырьмя камерами, с помощью которых можно получить панорамную картину дороги. И в дальнейшем уже при камеральной обработке мы начинаем обрабатывать и выносим заключение, какова ситуация на дороге, то есть это сколько дефектов. То есть дорога идеальна 100%, дефектов, если больше 60%, уже все, то есть уже подлежит ремонту. Ну и соответственно, если от того, какая дорога, бывает и 20%, и мы выносим, что еще, например, несколько лет ремонт необходим, и вот дальше даем отчет в таком виде, то есть представлен паспорт, название дороги и все измерения, которые собирает наш комплекс. Мобильная лаборатория приехала в наш регион впервые. Дорожное удовольствие обошлось бюджету в 16 миллионов рублей. Это не только аренда комплекса, но и оплата работы инженеров. Теперь в профильном департаменте думают над покупкой собственного комплекса. Максим Серебряков, Антон Осипов, РТВ, Иваново.